Уж не брал, не брали из-за матери. Матерь вредна была, руглива, циста беда. Один парень из сужой деревни и говорит, возьму вот цеву вахарокленку. Свадьбу сыграли, неделю девка замужем живет, а матери не живет, цей говорит старику, детка, завтра же пойду к дочери, да к зете в гости. Напекла пирогов и пошла утром пораньше. Приходит к зете, да к дочери, а зете-дочи дома. А зетек был хитрой, теща-то как в избу зашла, а он из избу-то вышел напередызье и слушает, а дверь их не вплоть закрыл. Цего будет теща-то женке-то говорить? Она и спрашивает, как, доченька, живешь? Да живут они цего, да пора, мужика-то боюсь. Не бойся, не бойся, он тебе слово скажет, а ты ему четыре до пять. А зетек напередызье-то и все, чу, зашел и говорит, ну, женка и теща поехали поле орать, пахать это же. Значит, тещу в упряжку, а женку в пристяжку, а сам засуху. А ребенку-то взял по длине, куда-то потянут, так женку-то растягнули до малинецкой, а теща-то четыре до пять, четыре до пять, да, попушай. А вот, что мы достигать-то. Ой, ля поле-то пахали, доорали. Теща-то так на межу и пала. Домой пошла так, и чаю у зетя не пила. Осталось тут темнице в окошках, то темно. Детка-то и ждет, выглядывает в окошко-то и говорит, где-то бабки-то долго нету, где она, где долго нету, видит бабка-то идет, падает. Влетела, влетела, говорит, вот как зетя тешь эту пьяну напоил. Бабка домой пришла и говорит, Детка, завтра же собирайся к зетю в гости. Детка утром встал, оделся и пошел. Приходит тоже, утром пораньше, так, зетя и дочи дома. А он вызвал, так, зетя-то опять напередызья, вышел за дверь идти и слушал, чего будет теща джонки-то говорить. Он тогда спрашивает, как, доченька, живешь? Да живут они тягу, да, пора-то мужика-то боюсь. А кто и ладно, живи-поживай, так будете жить-поживай, да и добра наживать. А зетя-то напередызья, ты все слушал, чум, зашел и говорит, «Женка, дрей-ка самовар!» Самовар согрели, зетя на стол поставил, принес бутылку вина, колочей, пряников, целый стол наносил в угощение-то. Так целый день кестя-то угощал. А кестя-то пьяный напился. Стало темно, он говорит, «Надо мне как-то домой идти, бабка-то от меня ждет». А к зете-то ему еще в гостинце митилизанку колоцей на шею и повесил, чтобы гостинце это принесло. Зетя-то дать ее. Мапка-то летит в окошко, то долго нету, детка-то делал бы долго, нету, детка-то видит, детка-то идет. И в сторону-то в сторону качается, колоцей-то на шею-то лягается. Она глядела, глядела, говорит, «Вот как орал-до орал, так и в хомути домой прибежал». Все, конечно. Поучительная сказка во всех отношениях. «Я думаю, ужасное». в вроде на Promoтыasy в общем-в meio не мысленно, поэтому в левцы замковали бы шем-rotters, и я думаю, Пойше в книге decir из г Making уroneзгıyись-то. Сейчас я думала,